На фронте за сутки произошло 133 боевых столкновения. Об этом сообщил генеральный штаб вооруженных сил Украины. Самая сложная ситуация на Покровском направлении, где армия Российской Федерации совершила 50 атак, а также на Лиманском. Там российские оккупанты 25 раз пытались прорвать оборону. На Купенском направлении вооруженные силы Украины отразили 12 штурмов, на Торецком – 10, на Кураховском – 8, на Краматорском – 7. Кроме того, украинские военные отбили по 6 атак противника на Приднепровском и Времевском направлениях – 4 на Северском, 3 на Харьковском и еще 2 на Ореховском. Сергей Грабский, военный эксперт с нами на связи. Сергей Маратович, приветствую вас. Доброе утро, студия. Вы знаете, иногда для многих как дежавю звучит наша сводка, последнее время, последние недели, звучит как дежавю сводка от Генерального штаба вооруженных сил Украины, потому что мы называем действительно направление, где продолжаются очень активные и глобальные бои, в частности Донецкая область, то, о чем мы сейчас говорили, традиционно вспоминаем и Запорожскую область. Поэтому об этом мы с вами не единожды говорили. Я хочу немножко с другой стороны подойти, в другом контексте, обсудить это. Вчера на ставке очередной президент Украины и господин Сырский, Александр Сырский, что сказали? Сказали о том, что происходит ныне в Курской области, о том, как там действуют вооруженные силы Украины. Я хочу вас спросить, как вы считаете, ситуация в Курской области, насколько глобально, в частности, может повлиять в отдельности на то или иное направление, если мы говорим о Покровском направлении, о Времевском направлении, о Запорожской области, насколько все-таки ситуация в ближайшее время и расстановка сил может измениться? В ближайшее время ситуация не изменится. Почему? Потому что противник, по-моему, еще не до конца оценил важность или серьезность ситуации, которая сложилась в Курской области. Поэтому он пытается ликвидировать, как он сказал, это неразумение, используя местные ресурсы или резервы из ближних направлений. То есть мы можем отмечать, что противник перемещает отдельные подразделения с Харьковского направления, с Купинского направления. Но пока то, что касается выполнения главной задачи противника, именно наступления на Покровском направлении в районе Торецка, там ситуация не будет меняться. Противник пока не рассматривает возможность того, чтобы оттуда необходимо было снимать какие-то резервы. Поэтому он будет продолжать давить на этих направлениях, ну, как минимум, в ближайшие 2-3 недели. Дмитрий Маратович, еще важен момент. Мы еще сейчас вернемся к ситуации на фронте обязательно в Украине. Но не можем обойти стороной вчерашнее официальное заявление президента Зеленского и публичное заявление главнокомандующего Сырского касательно Курской области. Вот с одной стороны, линия фронта расширяется еще больше. То есть силы обороны Украины работают теперь на еще большей территории, не только по границам Украины, но уже и на территории России. Но чисто с военной точки зрения, какой карт-бланш для Украины, для тактики это дает? Поясните, пожалуйста. Вы знаете, это очень важный этап нашей с вами истории. Почему? Потому что с проведением этой операции мы показали, что Российская Федерация оказывается неспособной вести оборонительные операции на тех территориях, которые как бы не входят в зону активных боевых действий. Таким образом, фактически получается, что создав такой прецедент, мы вынуждаем противника отвлекать более серьезные ресурсы для как минимум хотя бы создания видимости обороны на других направлениях. Потому что с большой долей вероятности можно сказать, что ситуация, которая наблюдалась на протяжении последней недели в Курской области, наблюдается и в Белгородской области, наблюдается и в Брянской области, где противник не готов был и продолжает быть не готовым к таким действиям, активным действиям силы обороны Украины. И угроза таких действий будет нуждать противника придавать большее значение этим направлениям и перебрасывать туда большее количество ресурсов. Что однозначно в перспективе, не в этой кампании, но в перспективе должно сказаться на линии фронта. То есть ослабление давления противника на различных участках фронта. Кроме того, нужно понимать, что вклинение в территорию противника, они создают такое постоянное давление уже не столько военного характера, а военно-политического и экономического характера. Потому что это потоки беженцев, это неуверенность в завтрашнем дне, что гарантировало режим Путина. Это неспособность путинской власти оказать помощь людям, которые оказались в беде по вине этой же путинской власти. И нарастание этих факторов в ближайшем будущем тоже может отразиться на стабильности этого режима. Плюс для нас это важно. То есть нанесение таких ударов значительно ослабляет коммуникации противника, меняет правила игры. Но достаточно вспомнить, что Украина взяла под контроль Суджинскую газоизмерительную станцию. Кто знает, может мы дальше будем продвигаться к другим направлениям, к другим объектам. В частности, если мы говорим о Брянской области, то там находится такой объект, как Брянск-18. И, кстати, очень недалеко от границы Украины. Это объект хранения ядерных боеприпасов. То есть противник вынужден будет отвлекать серьезные ресурсы для того, чтобы упредить, как они думают, возможные действия, активные действия украинских сил обороны на этих направлениях. А нужно понимать, что несмотря на колоссальность его ресурсов, его боевой потенциал, потенциал противника, он не является таким уже безмерным. И, в общем-то, мы можем предположить, насколько сильным может быть давление на том или другом участке фронта. Пока, повторюсь, мы не наблюдаем таких изменений. Но с усилением давления на тех направлениях, где противник нас не ожидал встретить, ситуация будет меняться. Более того, давайте не забывать еще об одном важном элементе этой войны, а именно критерии эффективности действий войск. Для Украины критерием эффективности действия войск является уничтожение боевого потенциала противника. И то количество потенциала, которое было уничтожено в Курской области, оно превосходит все возможные показатели, которые были до этого. Поэтому украинскую операцию, даже если она прекратится прямо сейчас, в эту секунду, уже можно считать успешным. С точки зрения уничтожения потенциала. Ну а на традиционных направлениях, как мы говорим, мы продолжаем уничтожать атакующего противника. И мы отмечаем определенные тенденции, что противник все-таки вынужден брать большие тактические оперативные паузы для перегруппировки своих войск, которые измотаны боями. Сергей Маратович, еще важный момент. Ведь, как показывает практика, то, что уже стало известно в публичной плоскости, силы обороны Украины зашли на территорию Курской, сначала на территорию Российской области, потом уже ближе к городу Курску, практически без сопротивления. Говорит ли это о полном провале российской разведки? Относительно. Скажем так, знаете, я бы провел такую аналогию с июнем 1941 года, когда Сталину докладывали о вторжении Гитлера, но он не мог поверить, что Гитлер, априори имеющий меньший боевой потенциал, рискнет нападать на Советский Союз. Здесь произошло примерно то же. То есть, в своей параллельной вселенной, которую создает кремлевское руководство, они даже не предполагали, что Украина рискнет нападать на области, как говорится, международно признанных границ того субъекта международного права, который пока называется Российская Федерация. Поэтому они не ожидали, если можно сказать, такой наглости. Плюс это великолепная пауза молчания, это великолепное введение в заблуждение противника, разыгранное просто по нотам раздела оперативной подготовки, который называется оперативная маскировка. Они сыграли такую злую шутку с противником, и для него этот удар был очень неприятной неожиданностью. Это второе. И третье, как я уже говорил, несмотря на колоссальность ресурсов, боевой потенциал россиян достаточно ограничен. И уже на сегодня мы говорим о том, что 90% активных сухопутных войск Российской Федерации находятся в зоне боевых действий с Украиной, ведя боевые действия и изматываясь там постоянными боями. Такой пример, чтобы вы понимали, на границе с Финляндией укомплектованность российских гарнизонов составляет менее 20%. Примерно такая же ситуация и в областях, которые граничат с Украиной, в которых пока не ведутся активные боевые действия. Хотя нужно заметить, что боевые действия в приграничье велись постоянно, и мы отмечали и отмечаем постоянные боевые столкновения разведывательно-диверсионных групп, обстрелы территорий, нанесение авиационных и артиллерийских ударов. Сергей Маратович, тактические несколько моментов хотелось обсудить из того, что есть. Вот я смотрю некоторые такие аналитические тезисы в отношении того, как действует враг. Вот я хочу у вас спросить. Военнослужащий Владимир Назаренко говорит о том, что враг сегодня вынужден не столько маскировать свои пушки, сколько оттягивать их на несколько километров к себе в тыл, ставить блиндажи, из них вести огонь, концентрируя его по одному району целей. О чем это свидетельствует? Я так понимаю, что это связано и с работой успешной БПЛА, то есть дронов, то, о чем мы говорим, и сотрудничество где-то огневых средств и ударных беспилотников. Вот такая тактика врага, она с чем связана вот это оттягивание пушек в тыл, фактически? Нужно понимать, и можно почитать статистику, и вы увидите, что мы отмечаем значительное количество артиллерийских систем, которые уничтожаются в течение суток вследствие боевых действий. На сегодняшний день мы говорим о том, что примерно зона в 15 километров от линии боевого столкновения является такой серой зоной, в которой ни мы, ни противник стараемся не держать большое количество вооружения и боевой техники из-за риска быть уничтоженным. Потому что фактор БПЛА, беспилотных летательных аппаратов, он сыграл очень серьезную роль в этой борьбе. Но нужно понимать следующее, что если российская армия, орудия, они, в общем-то, все советского образца имеют, как говорится, предусматриваемый радиус действия, то в случае украинской армии наши орудия западного производства выигрывают в дальнобойности 2-5 километров, то есть что делает их более эффективными. Поэтому дроны сыграли очень важную роль в том, что противник не может концентрировать огонь, массированный огонь на определенных участках. Он вынужден отводить эти артиллерийские позиции как можно дальше в тыл, для того, чтобы минимизировать этот удар дронами. Но мы ее достаем и там. В общем-то, сейчас дроны именно в реальной боевой обстановке играют значительную роль, охотясь буквально за каждым орудием, каждым минометом, за группами военнослужащих, а также за отдельными военнослужащими. Сергей Маратович, теперь о ситуации на фронте непосредственно, о левобережье Украины, временно оккупированной части территории, о Крыме в том числе. Насколько сейчас вы видите прогресс в уничтожении систем ПВО, складов с припасами на временно оккупированных территориях Украины, если говорить за Херсонскую, за Кенбургскую косу, за Крым в целом? Ну, нужно понимать, что эта работа очень длительная, я бы сказал, так монотонная, и она не является, знаете, такой одноразовой. То, что мы делаем на сегодняшний день, оно позволяет серьезно ослабить боевой потенциал противника. И мы концентрируемся на следующих направлениях. Вы верно заметили. Нечто разумеется систем противовоздушной обороны для того, чтобы расчистить коридор уже для использования наших самолетов. Давайте не забывать, что комплексы С-300 и С-400 создавались именно для борьбы с С-16. Поэтому для того, чтобы С-16 более эффективно действовали в небе Украины, нужно подготовить почву. Мы говорим о том, что мы уничтожаем военные объекты противника без возможности их восстановления. Потому что Керченский мост, несмотря на те патетические заявления, что он привязал Крым к России окончательно, он не выполняет ту функцию линии снабжения, которую он должен был выполнять. И давайте не забывать, каждая воздушная тревога в Крыму приводит к закрытию Керченского моста, что серьезно в разы снижает его пропускную способность. Мы говорим о том, что наши удары по объектам критической инфраструктуры на территории Крыма серьезно ослабляют возможности противника. В частности, даже буквально в прошлые сутки был нанесен удар, вследствие чего отключилось электричество в Евпатории и в ближайших пунктах. Мы знаем, что такое Евпатория, мы знаем, какие там гарнизоны находятся. Что касается Херсонской области, нужно понимать, что это наша ближайшая задача, потому что я утверждал и утверждаю, и буду утверждать, что без освобождения Крыма говорить об окончании этой войны невозможно и бесперспективно. Поэтому мы наблюдаем удары по той части Николаевской области, которая оккупирована, я говорю о Кенбурнской косе, и уничтожаем там объекты противника. Продолжается методичное, последовательное уничтожение объектов на оккупированной части Херсонской области, создавая предпосылки в будущем, возможно, не в этом году, возможно, даже не в следующем году, предпосылки к будущим наступательным операциям. Потому что вследствие растягивания коммуникации противник просто физически не может обеспечить тот темп поставок, который необходим для ведения активных боевых действий. И это уже отразилось на боевых действиях, потому что если мы сравним с вами количество ударов, которые наносят противник, и попыток наступления противника на востоке, они не соизмеримы с тем количеством ударов и попыток наступления, которые мы наблюдаем на юге. То есть там практически линия фронта стабильна, без каких-либо серьезных изменений в ближайшей перспективе. Спасибо вам огромное. Сергей Маратович, обязательно увидимся. Сергей Грабский, военный эксперт, был с нами на связи. И мы продолжаем эфир на телеканале Freedom. Рады приветствовать всех, кто к нам присоединился. И сразу приходим к следующей теме. Попытки российской власти снизить темпы инфляции ослабляют российскую экономику. Об этом сообщает «Телеграф». Издание утверждает, что из-за перехода на военные рельсы российская экономика перегрелась, и после резкого падения в начале 2023 года инфляция в стране стремительно растет. Аналитики считают, что имеющихся средств в России хватит, чтобы сгладить эффекты от перегрева, но это негативно отразится на экономике. Как российские власти борются с инфляцией и к чему это приведет, разбирался Андрей Дмитренко. После резкого взлета инфляции вследствие санкций из-за российского второжения в Украину, власти РФ с помощью жесткой монетарной политики и высоких доходов от продажи энергоресурсов смогли выровнять ситуацию. В марте 2023 месячный показатель инфляции составил менее 4%. Но летом того же года она начала расти. В российском Центробанке заявили о перегреве экономики страны. Эксперты считают, что это происходит вследствие огромных инвестиций в ВПК и по сути стагнации остальных ее отраслей. Под вот этот рост выплат растут и цены в России. Там же реагирует рынок, ага, больше денег вливается, значит можно поднять цены. Но цены чувствуют не только те, кому платят деньги по этим контрактам, это разовая выплата, да. А вот все население, оно что же живет в этой же стране и тоже ходит в магазины, и тоже видит эти цены, и для него цены тоже растут. И вот и получается ситуация, когда все больше происходит разбалансировка экономики. Впрочем, как отмечают аналитики, Россия постепенно уменьшает расходы на оборону. С 2022-го страна из года в год испытывает дефицит бюджета. И если раньше это удавалось гладить с помощью нефтегазовых доходов, то сейчас их доля падает. Экономисты утверждают, что уменьшение поступлений в бюджет может не только замедлить рост экономики, но и вызвать стокфляцию. Явление, при котором рост цен сочетается с увеличением безработицы. Риск заключается в том, что замедление роста будет гораздо более выраженным, чем замедление инфляции. Это может означать, что уже в следующем году Россия может столкнуться со сценарием стокфляции. Это риск, которого Центральный банк хочет избежать любой ценой. Отсюда его решимость ужесточить денежно-кредитную политику. Из публикации издания The Telegraph. Бороться с перегревом и растущей инфляцией власть пытается повышением ключевой ставки. 26 июля Центробанк РФ повысил ее до 18%. Несмотря на это, инфляция продолжает расти. По мнению экономистов, это происходит из-за того, что на фоне падения поступлений в бюджет власть включила печатный станок. Пока экономика РФ испытывает рост, это не так критично. Но когда он остановится, это сильно ударит по кошелькам российских граждан, считают эксперты. За время войны денежная масса в России поднялась примерно где-то с 60 с чем-то триллионов до, по-моему, с 3-4 триллионов. Вот и представьте себе, 40 триллионов, вот они были выброшены за последние два года в экономику. Вот они превратились в рост зарплат, но и в рост цен. И тот рост зарплат, которым россияне так гордились, так радовались, он наконец-то, Путин, принял правильную экономическую политику. Вот теперь все это у них очень быстро будет съедено ростом цен. И уже дальше рост зарплат не будет. Также по росту российской экономики бьет и уменьшение доли импорта из-за проблем с платежами. Центробанк РФ прогнозирует, что за следующие три года импорт снизится на 1-3%. Издание The Moscow Times сообщает, что из-за санкций компаниям становится все сложнее закупать оборудование для модернизации, а также взаимодействовать с иностранными контрагентами. Андрей Дмитренко для телеканала Фрида. Эту тему продолжим с Игорем Ураковским. Это представитель правления Института экономических исследований и политических консультаций. Игорь Валентинович, здравствуйте, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Ну что ж, смотрите, давайте начнем с аналитического обзора. Непосредственно, что больше всего сейчас бьет на экономику Российской Федерации, в каких именно отраслях, если можно так уже обозначить. Потому что я постоянно вспоминаю статью Forbes, датированную еще февралем нынешнего года. По их подсчетам, только на войну России против Украины было уже потрачено из бюджета России более 260 миллиардов долларов. Сейчас, понятное дело, эти цифры могут быть намного больше, говорят, уже более 300. Но это не верифицировано. Это огромное количество денег для сравнения. Это несколько мостов, это огромные дороги, это сотни школ за эти деньги можно построить. Что бьет по российской экономике сейчас больше всего? Давайте поэтапно. Ну, сразу хочу сказать, что война сама по себе это экономически нерациональная политика. Поэтому понятно, что, собственно, война это прямой вычет ресурсов, прямой вычет возможностей будущих развития страны. И поэтому в этом смысле, отвечая на ваш вопрос, она практически бьет по всей экономике. Это и макроэкономические показатели, но, естественно, какие-то секторальные вещи. Если речь идет о секторальных вещах, то это, прежде всего, товары широкого потребления, которые на сегодняшний день, скажем, не завозятся в Россию или завозятся не в тех количествах или не того качества, к которому, так сказать, привыкли россияне. Это вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью. В чем-то двойственная ситуация. С одной стороны, как бы иностранные компании уходят из Российской Федерации на их место. Теоретически должны прийти российские компании. Но для того, чтобы развивать сегодня инвестиционный процесс, нужен импорт. Это бьет в определенном смысле и по экспорту, потому что, опять-таки, производство экспортных товаров требует импортных комплектующих, требует импортных технологий. Это вопросы, связанные с нефтедобычей, с добычей природных ископаемых, в которых сегодня замораживаются крупные проекты, опять-таки, в связи с санкциями. Это транспорт. Потому что по транспорту, особенно по авиационному транспорту, опять-таки, проблемы с обслуживанием авиационного парка. И все те проблемы, о которых мы сегодня слышим, это все, так сказать, оттуда. Таким образом, мы можем говорить о том, что, собственно, война в целом. И те, связанные с войной, так сказать, экономические процессы, они достаточно широко влияют на российскую экономику. Хотя при этом, естественно, российская экономика пытается отбиваться. И, в общем-то, руководство, скажем, того же Центрального банка, правительство пытается каким-то образом противодействовать этим тенденциям. Также, Игорь Валентинович, еще важный момент. Сейчас внедрены сотни ограничений, 14 пакетов санкций. У Российской Федерации, как ни крути, но не стоит недооценивать противника, страна-бензоколонка. Неизлечимые природные ресурсы, это энергоресурсы в первую очередь. Но рынок сбыта, это тоже важная составляющая для пополнения бюджета и роста экономики. А достаточно ли сейчас рынков сбыта российских энергоресурсов, учитывая то, что многие страны просто отказались от них? Ну, сразу хочу сказать, что если мы будем сравнивать довоенные и, скажем так, тучные годы Российской Федерации с тем, что сегодня происходит, то понятно, что рынки сбыта для Российской Федерации либо сократились в связи с санкциями, либо, я бы сказал так, выход на эти рынки усложнится. Но, с одной стороны, мы можем говорить о том, что, скажем, Российская Федерация потеряла много рынков сбыта, прежде всего, в Европейском Союзе. Речь идет о нефти, речь идет о газе. Попытки заместить эти рынки рынком Индии и рынком Китая на сегодняшний день не удались. И, собственно, вопрос даже идет не о том, чтобы, так сказать, тонну, условно говоря, нефти, которую завозили в Европейский Союз. Вот, нельзя завезти в Китай, например, или нельзя завезти в Индию. Это все, конечно, можно сделать. Но здесь вопрос о цене непосредственно на эти товары. И, собственно, мы можем наблюдать такое интересное явление, когда, скажем, физически, например, определенные виды поставок растут, но при этом цена на них, дисконты достаточно большие, в том числе и со стороны этого Китая, поэтому это, в общем-то, не является таким же выгодным, как это было, скажем, до начала войны. Это первый момент. Ну, а второй вопрос, когда речь идет непосредственно о рынках сбыта, ведь, собственно, экспорт, он важен не сам по себе. Экспорт важен, прежде всего, как источник получения валюты, источник того же самого импорта. То есть нельзя сказать отдельно, что давайте только развивать экспорт, а не будем развивать импорт или, наоборот, будем делать какие-то вещи. Так вот сейчас мы, так сказать, наблюдаем такое явление, когда, собственно, Российской Федерации достаточно тяжело импортировать нужные товары. Они импортируются, находятся какие-то схемы, но, в общем-то, по оценкам некоторых российских экспертов, физические объемы этого импорта, они падают. То есть это говорит о том, что импорт удорожается, удорожается, а удорожание импорта – это, естественно, негативное влияние на те или иные бизнес-схемы. Поэтому ситуация такая, как бы, так сказать, достаточно сложная. Здесь существует большое количество подводных камней и, так сказать, проблем. Пытаются с этим, конечно, справиться российские экспортеры и импортеры, но, опять-таки, мы возвращаемся к первопричине. Если мы внимательно посмотрим на динамику российской экономики, например, на ту же инфляцию, о которой мы, так сказать, начинали говорить, то там, так сказать, четко видно, что существует связь между инфляцией и крупными геополитическими событиями. Но, скажем, в 2008 году, когда начался мировой финансовый кризис, в 2008-2009 год были высокие уровни инфляции. Первая волна санкций из-за событий в Краму – это, опять-таки, повышение инфляции. Начало СВО в 2022 году, как они его называют, а для нас это полномасштабная война – это, опять-таки, пиковый скачок инфляции. Поэтому в этом смысле мы четко должны понимать общий контекст, в котором развивается российская экономика, а он является достаточно неблагоприятным. Игорь Валентинович, ну вот инфляция как раз в контексте вот этого термина, который, он не новый на самом деле, да, и не впервые мы говорим о перегреве так называемом экономики. Тут что интересно, что еще год назад экономисты именно Центрального банка, что тоже, да, для многих, скажем так, возможно, станет и открытием. Именно тогда российской экономике поставили фактически диагноз. Я не знаю, возможно, синдром, диагноз по-разному, да, здесь не будем в медицинских терминах, но вот именно вот как раз перегрев. Но тогда с того момента становилось все сложнее, да, инфляция сейчас, вопросы, то, что мы обсуждаем, кадров не хватает, а это тоже одна из цепочек в экономике, и стоит об этом говорить. Темпы роста все-таки показывают многолетние максимумы, ну, а вот за этими темпами скрываются на самом деле нарастающие проблемы. Но, с другой стороны, многие экономисты говорят, что в этом году и этот год Российская Федерация еще закончит в вопросе экономическом более-менее спокойно и нормально. А вот расплачиваться за перегрев все-таки придется в следующем году. Насколько вы поддерживаете такое мнение, и как может выглядеть эта расплата? Меня больше интересует все-таки, как эта расплата может повлиять на тех, кто каждый день в Российской Федерации ходит фактически, в супермаркеты, приобретает те или иные товары первой необходимости? Ну, сразу хочу сказать, что, опять-таки, экономические проблемы в России, они имеют такой поступательный характер, и они как бы не возникают сегодня-назавтра. Поэтому мы можем говорить о том, что инфляционные процессы растут, инфляционные процессы растут, но, скажем, например, есть разные расчеты, если взять, скажем, расчеты тех же самых независимых аналитиков, в Российской Федерации, то до конца года они ожидают инфляции примерно на уровне где-то так 8, где-то примерно на уровне 6-7%. Это, в принципе, совпадает с теми расчетами, которые имеет российский центральный банк. Причем центральный банк, в общем-то, пересматривает эти расчеты и, в общем-то, пока он их пересматривал в сторону повышения. Это первый момент. Второй момент, так сказать, заключается в том, что, в общем-то, и центральный российский банк, так сказать, говорит о том, что есть некие поворотные точки. То есть, если раньше, например, ожидалось некое повышение экспорта или, например, импорта, то на сегодняшний день среди прогнозов существуют, так сказать, отрицательные величины. Как любят говорить наши российские партнеры, бывшие, так сказать, партнеры, да, или коллеги, если так можно сказать, возникает, так сказать, явление такого, так сказать, отрицательного роста. Поэтому экономические проблемы, естественно, нарастают. Естественно, нарастают, но понятно, что при этом масштабы этих проблем будут зависеть как минимум от трех факторов. Первый фактор – это санкции, насколько они будут усилены и насколько они будут не только всеобъемлющие, но и такими, которые, так сказать, обязательно исполняются. То есть, дисциплина санкций. Второй момент – это общая ситуация в мировом хозяйстве, потому что понятно, что все это влияет, так сказать, на экономику, в том числе и Россию, через экономику, через экономические тренды, которые развиваются в мировом хозяйстве. Ну и, наконец, третий момент – это, собственно, возможности Российской Федерации для того, чтобы компенсировать все эти шоки и все эти, так сказать, минимизировать риски. Так вот, как раз если вернуться к Центральному банку, Центральный банк, в общем-то, прямо говорит о том, что возможностей компенсировать эти риски все меньше, ну так, как бы, так сказать, деликатно, проблем, так сказать, все больше, проблем все больше, ну и дальше, собственно, возникает вопрос, так сказать, стоит ли продолжать эту экономическую политику. Но, опять-таки, в условиях войны, в условиях автократического режима, в общем-то, разговор о рациональной экономической политике, он не имеет какого-то большого, так сказать, смысла, потому что, так сказать, для Путина и для тех людей, которые стоят вокруг него, так сказать, главные сегодня – это военно-политические задачи, ну а экономика, так сказать, с их точки зрения, да, это нечто, что выступает определенным, так сказать, ресурсом. Поэтому пока, как говорится, не возникнут более глобальные проблемы для российской экономики, так сказать, вряд ли можно ожидать изменения военно-политической, если так можно сказать, составляющей и, естественно, экономической политики. Ну а то, что, как бы, в экономике Российской Федерации нарастают проблемы, о чем мы с вами говорили неоднократно, так это, в общем-то, очевидный факт, о котором сегодня говорят уже не только оппозиционные экономисты, но и Центральный банк, но и представители правительства, хотя, конечно, политический момент, он, естественно, влияет на жесткость, я бы сказал, и, я бы сказал так, искренность этих высказываний. И на завершение, Игорь Валентинович, позвольте уточнить тогда, сейчас, по вашему мнению, существуют ли еще экономические рычаги давления на Российскую Федерацию в целом, потому что, куда ни глянь, санкции ограничений внедрены уже практически во все отрасли важные, которыми наполняется бюджет Российской Федерации. Именно из-за этого ограничения Российской Федерации используют и теневые флоты, и так называемый черный рынок, все для того, чтобы обеспечить свою экономику, так сказать, обманным путем. Существуют ли рычаги давления на экономику сейчас? Рычаги давления на экономику, естественно, существуют. Я тут не совсем разделяю вашу точку зрения, что как бы санкции носят всеобъемлющий характер. На самом деле, они касаются достаточно ограниченного количества отраслей, видов производства, так сказать, или групп товаров. Поэтому, естественно, эту сферу применения санкций нужно расширять. Это первый момент. Второй момент, понятно, что нужно бить по таким серьезным, я бы сказал, экспортоориентированным предприятиям, например, или сферам, как тот же самый Росатом. Пока Росатом находится в дне реальных санкций, это как бы большая проблема для нас, в смысле, так сказать, экономического влияния на Российскую Федерацию. Ну и, наконец, третий момент. Наряду с усилением первичных санкций, мы видим, что растут так называемые схемы обхода этих санкций. Поэтому, сегодня нашим партнерам, и нам, естественно, вместе с этими партнерами нужно предложить гораздо более интенсивные усилия для, так сказать, борьбы со схемами обхода этих санкций. То есть, усилить вот тот компонент, который называется вторичными санкциями. Игорь Валентинович, вам огромное спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований, и политических консультаций с нами был на прямой связи. Ну, а буквально несколько минут, и мы возвращаемся в прямой эфир. Ну что ж, дорогие друзья, еще одну тему предлагаем вам для обсуждения. Новинки военно-промышленного комплекса России. Новые разработки и передовые по меркам в консенсационной России технологии. В Подмосковье стартовал очередной форум «Армия-2024». Вокруг этого мероприятия российские пропагандисты развернули широкую пиар-компанию. Подают форум как торжество российской оборонки над коллективным западом. Говорят об оружии россиян как едва ли не главном достижении в истории человечества. Ну и, однако, при этом умалчивают, что в этом году форум проходит в урезанном формате. Показывать, по сути, нечего, ведь вся новая техника уничтожена в ходе вооруженного вторжения в Украину. Развлекать зевак левыми зрелищами в этом году тоже отказались. Мероприятия в военных кругах отменены. На аэродроме Кубинка и полигоне Алабина шоу не будет. Культурно-художественные и развлекательные мероприятия также остались за бортом. Более подробно эту тему обсудим с нашим следующим гостем. Дмитрий Снегирев с нами будет, военно-политический аналитик. Присоединим его к эфиру сразу же, как только появится возможность. Немножечко еще, да, расскажем. Да, это нужно обсудить с Дмитрием Снегиревым. В прошлом году какого-то робота показали, в прошлом году какой-то еще там типа храм сделали. Кстати, интересный момент. Храм я в кавычки. В этом году, правда, я мониторил всю эту тему. Очень ограниченное количество новой техники. Это по факту там есть муляжи и планы, проекции. Их физически не существует. Я думаю, ты это все покажешь, расскажешь детально в программе. Давайте проверим. Обязательно. Правда? В твоей вот такой вот форме и в том формате, как ты умеешь это делать. Хорошо. А давай еще расскажу, да, чтобы придать солидности откровенно этому провальному форуму, на его открытие пригласили мистера обороны Андрея Белоусова и лично кремлевского диктатора Путина. Последний, к слову, не приехал, видимо, посчитав, что есть дела поважнее и просто записал в виде обращения к участникам. Ничего нового не сказал, как всегда фантазировал о построении многополярного мира с Россией в его центре, целях, так называемой СВО и тому подобному. Андрей Белусов поддержал шефа и на открытии также сделал акцент не на захватнической войне против Украины, а на противостоянии с коллективным Западом. Организаторы форума «Армия-2024» заявили о приглашении на выставку 120 иностранных компаний из 110 стран мира, однако приглашение не означает участие. Прислали свои делегации не более 20 стран, все, как на подбор союзники России. Иран, Беларусь, КНДР, Вьетнам, Китай. Рособоронпромэкспорт обещал показать на выставке 242 экспортных образца оружия и военной техники, но не показал. По данным российских блогеров, которые посетили выставку, на ней от силы были представлены несколько десятков единиц. Больше на сегодняшний момент просто нет. И что немаловажно, и что стоит также добавить, Путин в своем видеообращении к этой выставке «Армия-2024» рассказал о невероятном военно-промышленном комплексе России, но в тот же момент не указал, что практически все ракеты на сегодняшний день закупаются у других стран. Поэтому здесь что-то Путин снова не договорил. Российские оккупанты в очередной раз прибегают к провокациям на Запорожской атомной электростанции. В этот раз устроили там пожар без каких-либо разбирателей. Сразу обвинили в этом Украину. Какую преследуют цели российские пропагандисты в распространении фейков и зачем они уничтожают атомную электростанцию. Далее в программе Олега Борисова. Давайте проверим. Ситуация на фронте для россиян патовая. Как бы ни пыталась это скрыть российская пропаганда. И как бы ни старались играть роль Рэмбо. В это уже мало кто поверит. Все. Кина не будет. Электричество кончилось. Это новый выпуск программы Давайте проверим. Тут мы покажем и разберем фейки российской пропаганды. Я Олег Борисов. Поехали. Более чем 900 дней Россия пытается взять Киев за 3 дня и дать в столице концерт Газманова. Приказ министра обороны Шойгу. 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21.00. Но в итоге Скобеева имеет немножко иную картину. А именно почти 600 тысяч раненых и ликвидированных российских оккупантов, около 17 тысяч уничтоженных бронемашин, 8 с половиной тысяч танков. Это я еще не говорю об автомобилях, артиллерии и так далее. Но пропаганда все равно упрямо продолжает говорить, что все под контролем и российская армия наносит успешные удары по позициям ВСУ. Обычный зритель где-то из глубинки России в это поверит. А если проверить источник этого видео, то мы увидим, что кадры сняты не 10 августа, как отчитались Минобороны. А еще 14 июля издание The Insider заметило, что кадры сняты не на курском направлении, как утверждает пропаганда России, а на Кременском. Ну и так сойдет. Главное, чтобы зритель поверил в могущество так называемой второй армии мира. Самое главное, еще актерочку поднатаскать и вообще будет красота. Скоро Украины будет. Чего? Скоро Украины будет. Столько... Что он говорит? Я не понимаю. Это на испанском. А, испанский. Все. Давайте другого спикера. Этого я не понимаю. У них, походу, это норма. Снимать непонятные видео с непонятным смыслом. Например, как этот, насколько я правильно понимаю, кадыровец. Кому и как он угрожал, загадка остается для всех. Но в ТикТок просмотров набрал. Тут молодец. И поговорим еще об одной тактике пропагандистов. Ввести в заблуждение зрителя и обвинить всех вокруг, кроме самих себя. 11 августа, ближе к вечеру, российские СМИ под копирку начали писать, что ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Балицкий сообщил, что в результате обстрела энергодара со стороны Вооруженных сил Украины произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения Градерин ЗАЭС разгорелся пожар. Моментально много текста написала и Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации. Как думаете, кто виноват в пожаре на станции? Конечно же Запад. Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ООНовской структуры на данном критическом направлении? Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность. Теперь они принялись за ядерный террор континента. На самом деле никакого обстрела вооруженными силами Украины не было. Об этом лично сказал президент Зеленский. Энергодар. Фиксируем из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности. Все четко и понятно. Россия оккупировала Запорожскую атомную электростанцию и теперь пытается любыми методами сделать жертвой именно себя. Мол, во всем виноваты вооруженные силы Украины. Эта практика фейковой пропаганды не нова. Они ее используют еще с 14-го года, когда оккупировали Крым, части Донецкой и Луганской областей. Мол, бомбили Донбасс, притесняли русскоязычных и так далее. Хотя всем сегодня и так понятно, что такого и в помине не было. Аналогично и с атомной станцией. Сами подожгли ее и теперь винят в Айсу. Проверяйте новости и не ведитесь на фейки. А если не знаете как понять, где правда, а где ложь, смотрите программу «Давайте проверим». Тут я все разложу по полочкам. С вас традиционно лайк, подписка и комментарий. Пока. Россия существенно сократила добычу нефти в июле, приблизившись к квоте ОПЕК+. Об этом пишет Блумберг. Международные санкции, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. Все это сокращает доходы Москвы от продажи сырья. Доля Европы в экспорте нефти из Российской Федерации упала в 10 раз. А во взаиморасчетах с основными импортерами Китаем и Индией возникли проблемы. Тему продолжит Наталья Гусак. В июле 2024 года экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние 20 месяцев. Особенно заметно сократились поставки в Китай на более чем 1,4 миллиона баррелей в сутки, пишет Блумберг. Россия засекретила официальные данные о добыче на фоне западных санкций из-за войны Кремля против Украины, оставив наблюдателям за нефтяным рынком всего несколько показателей. Морской экспорт нефти и внутренние нефтеперерабатывающие заводы для отслеживания тенденций в отрасли. Из публикации агентства Блумберг. На снижение дохода в Российской Федерации от продажи нефти повлияли сразу несколько факторов, поясняют эксперты. Меньше чем за две последние недели на крупных российских нефтебазах произошло несколько пожаров. Так, 30 июля Силы обороны Украины ударили по предприятию в Курской области. Там горели три резервуара с топливом. 1 августа в Омске возник масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Площадь пожара составила более 300 квадратных метров. А 3 августа в Генеральном штабе ВСУ сообщили об атаках на нефтебазы и объекты хранения горюче-смазочных материалов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. В любом случае Россия теряет производственные возможности. Восстановить их будет сложно, ведь Россия не может производить нужное оборудование сама. Для этого придется думать, как обходить санкции. Это дорого и долго. Кроме того, разрушение НПЗ в европейской части России усложнит обеспечение нефтепродуктами их армии. Топливо придется завозить с территорий, которые находятся за тысячи километров. А это сложная и дорогостоящая логистика. Из публикации издания Finance UA. В мае 2024 года в Пентагоне сообщили, что удары беспилотника вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощности Федерации и привели к росту внутренних цен на топливо на 20-30%. Из-за возникшего дефицита на внутреннем рынке российские власти были вынуждены на полгода запретить экспорт бензина. Важнейший фактор, влияющий на доходы страны-агрессора, международные санкции. Запрет уже распространяется на 90% импорта нефти из России в ЕС. Москва пытается экспортировать нефть, чтобы финансировать войну против Украины, используя довольно старые танкеры, которые она закупает на мировом рынке через подставных лиц. Европейский Союз уже ответил санкциями. Западные ограничения в отношении России вывели из строя более полусотни российских танкеров, при помощи которых Москва экспортировала нефть. Все эти меры, по данным аналитиков Хельсинского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха уже сократили ежедневные доходы Федерации от продажи нефти как минимум на 200 миллионов евро в день. Наталья Гусак, Владимир Штунгелов для телеканала Freedom. Лукашенко заявил об атаке дронов, которые якобы летели из Украины. По словам белорусского диктатора, 9 августа вечером военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Беларуси были приведены в повышенную боевую готовность. Зафиксировали около десятка беспилотников. Лукашенко сообщил уничтожено несколько воздушных целей. Стоит отметить, что Костюковичский район, в котором якобы произошел инцидент, граничит не с Украиной, а с Брянской областью России. Российские дроны, которые регулярно залетают в воздушное пространство Беларуси, Лукашенко не смущают. Тему продолжит Юлия Грановская. По версии Лукашенко, 9 августа на территории Беларуси на высоте полтора километра сбили несколько украинских беспилотников. Правда, военные все еще ищут сбитые аппараты. Часть же дронов полетела на территорию России, поведал диктатор, где их якобы и перехватила российская ПВО. Лукашенко пригрозил Киеву ответными мерами, а в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш. Пропагандистские СМИ сообщили, украинскому дипломату заявили решительные протесты, передали ноту. В МИД Беларуси предупредили, могут поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в стране диппредставительства Украины. Интересно, что о закрытии российского посольства в Минске почему-то не заговаривают, несмотря на то, что по данным мониторинговой группы «Беларусский Гаюн», только с 11 по 31 июля в Беларусь залетели 9 российских дронов. Один из них, кстати, взорвался на территории государства. На протяжении июля воздушное пространство Беларуси неоднократно залетали российские БПЛА типа «Шахет-131-136», которые запускались в ходе нанесения ракетных ударов по территории Украины. Из публикации мониторинговой группы «Беларусский Гаюн» в Телеграм. Тем временем Беларусь перебрасывает войска границы с Украиной, сообщил министр обороны страны Виктор Хренин и добавил, туда же отправились реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер». Стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничьям – это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление. Впрочем, мне кажется, что Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций. Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия и дезинформации при Совете национальной обороны и безопасности Украины. В Телеграм. Лукашенко в очередной раз показал, что он всего лишь марионетка Путина. Начал делать громкие заявления, заявлять о переброске войск на границу с Украиной, чтобы оттянуть ресурсы украинской армии. Это очевидно. Ну, а вот эти дроны, которые летают, скорее всего, не в Беларуси, а у Лукашенко в голове – это оправдание перед белорусскими военными, перед белорусским обществом. Зачем вот эта эскалация против Украины? Ранее в силах обороны Украины заявили, готовы отразить все атаки противника, в том числе и если российский агрессор снова воспользуется территорией Беларуси как плацдармом для вторжения в Украину. Юлия Грановская для телеканала «Фридом». Киев планирует провести второй саммит мира до конца 2024 года, заявил руководитель Офиса президента Украины. Чтобы собрать задним столом лидеров десятков государств, по словам Андрея Ермака, Украина совместно с партнерами должна закончить наработку плана реализации формулы мира. Кроме того, на второй саммит Киев планирует пригласить представителей России. Подробнее об этом расскажет Лариса Петрук. Украина продолжает работу по итогам инаугурационного саммита мира в Швейцарии. По словам руководителя Офиса президента Украины, эксперты из стран-партнеров объединились в 10 рабочих групп, которые уже создали план конкретных шагов по реализации каждого пункта украинской формулы мира. Следующим этапом станет обсуждение наработок на более высоком уровне. Нам очень важен план, поддержанный большинством стран. Я все же надеюсь, что наша ежедневная работа даже с государствами, которые сегодня не присоединились к коммунике, приведет к тому, что эти страны тоже будут с нами как поддерживающие этот план, потому что он отвечает тому, что они озвучивают публично. Они все говорят о принципе организации объединенных наций. Главное принципиальное условие Киева территориальная целостность и суверенитет Украины. В этом вопросе никаких компромиссов быть не может, подчеркнул Андрей Ермак. Поэтому и сценарий так называемой заморозки войны неприемлем. Если сегодня спросить людей на фронте, в Херсоне, в Харькове, готовы ли они сегодня идти на территориальные уступки, я думаю, что они, во-первых, удивятся этому вопросу. Мы не готовы к компромиссам относительно независимости Украины, территориальной целостности Украины, суверенитета. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что представители России должны присутствовать на саммите мира. Приглашение представителей Федерации не нужно воспринимать как начало переговоров с Москвой, пояснил Андрей Ермак. В планах Киева передать в присутствии международного сообщества наработанный документ, конкретные шаги, приближающие к миру, в руки тех, кто представит на саммите мира Кремль. Однако российская сторона пока явно не готова к конструктивному диалогу. В Совете Федерации нашли новый повод. Мол, Владимир Зеленский оскорблял диктатора Путина публично, а значит, диалог не может состояться. Украина готова к переговорам. Украина готова к переговорам. Это главный пункт. То есть переговоры, безусловно, нужны. Но пункт номер два. На каких условиях, на каких основаниях будут проходить эти переговоры? И здесь Украина четко говорит, да, давайте вести переговоры. На условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции – это территориальная целостность и субъектность государства, суверенитет государства. Ждать от Кремля добросовестного выполнения договоренностей не приходится, говорят эксперты. Именно поэтому гарантом реализации украинской формулы мира должно стать международное сообщество. Россияне явно не остановятся. Без членства Украины в НАТО мы не можем гарантировать, что начала новой войны не будет. Без ядерного зонта, без полноценного сотрудничества с нашими западными партнерами мы не можем гарантировать, что Россия не задействует весь свой военный и политический потенциал, чтобы задавить нас. Александр Краев, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» в интервью радио «Крымреалии». В офисе президента Украины уверены, главными инструментами, которые принудят агрессивную Россию к миру, станут поставки Киеву западного вооружения, усиление экономических санкций в отношении федерации и полная дипломатическая изоляция. Лариса Петрук для телеканала Freedom.